Что, не смог встать на пути танка на площади Тяньмэнь? Да ну нахрен! Я сюда петард прикупить приехал! Не двигайся. Как насчёт руки помощи? Мне понравился вот тот парень, но он не обращает на меня внимания. Должно быть считать, что я уродина. Это не так! Тогда почему же? Он явно! Правда? Конечно! Тут все парни кастрированы. Клёво, да? Эй, тебя та девчонка возбуждает? Не! Меня тоже! Делала это ради удовольствия. Целый день я чищу, готовлю, присматриваю за детьми. И никакой благодарности. Никто даже спасибо не скажет. Но как только оркестр начинает играть, музыка пронзает меня насквозь. И я чувствую себя, не знаю, особенной. Наверное, вам это покажется глупостью. Ничуть! Так, чтобы копы приняли нас всерьёз, самая пора порешить заложника. Но кто? Извините, наверное, правильно кого? Ладно ты. Вот дерьмо. Знаешь, я не люблю громких слов, но я очень горжусь тобой, Крис. Спасибо, пап. Лоис, доверься мне. Мы заведём миленького котёночка, и нам всем сразу полегчает. Кис, кис, кис. Давай, спускайся по-хорошему. Хорошая киска. Что ещё за чертовщина? Питер, ты не можешь продолжать умалчивать об увольнении. В конце концов, она узнает, где ты ежедневно пропадаешь. Ах да. Это не я. Хватит. Какой понт в машине, если нет друзей? Я не врезала с телепередачи. Это всё мой отец. А? Что она сказала? Питер Гриффин уничтожил передачи и свалился на дочь ежайший поступок всех в... Эй, ты, плесника. Осталось найти карлика с бутылкой джина, и тогда заживём. Эй, ты куда собрался? Эх, я должен сделать всё для Лоис. Пора избавиться от этой мартышки. Прекрати! Хватит, прекрати! Да, попробуй поймай. Поверить не могу, что там мой отец. Я получила эмоциональную травму на всю жизнь. А у меня новое платье. Попробуй говорить не о себе. А тебе нравится музыка? О, да. До нашего переезда я даже играл на гитаре в группе. Но это мешало моей учёбе. А ты что слушаешь? Скажи ты первым. Я люблю гарбач, фиш, лур. Мои родители не любят, когда я их слушаю. Но я всё равно продолжаю их слушать, потому что я не машина! А ещё я люблю радио-хэт. And the cat's in the cradle with the silver spoon. Little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, dad, I don't know when. But we'll get together then, son, you know. О, о, господи! О, господи, господи, господи! О, господи! Вперёд, сваливаем отсюда. Бегите, подлые крысы! О, не делайте этого, они только на это и надеются. Ладно, как хотите, но как же ваши щенки? И щенки ваших щенков! Боже, неужели я один протестую? Прошу прощения. Приятного аппетита. Милый, если что-то не так, ты можешь со мной поделиться. Извини, мужик, опоздал, что я пропустил? Слава богу, ты здесь, что мне делать? Скажи, чтоб держал язвы за зубами, он получил дерьмо! Даже и не знаю. А где другой? Нет, это невообразимо! И чем ты предлагаешь нам заниматься? Лоис, да ты на всю голову больна! Питер, я говорю, что нам стоит заняться любовью. О, а я думал, что ты предлагаешь убить наших детей, а их органы обменять на пиво. Пап, что ты тут делаешь? Я умру со стыда! Эй, только не раньше нас! Мы... Чёрт! Что же делать? Постой-ка, постой-ка... Точно! Вместо того, чтобы ускорить ход времени, дабы обойти зубную боль, проще будет повернуть время вспять, когда каждый ещё не владел этими чёртовыми чертежами. Тебя эта струк не сойдёт! Смолчать! Ага! Превосходно! Они отделили человеческую составляющую от машины. Машина? Я твой новый хозяин и повелеваю тебе ехать! Запуск! Чёрт! Здесь должна быть какая-то специальная система управления. У русских мигов она располагается рядом с альтиметром. Вот ты где! За тобой надо глаз да глаз! Да! Однажды я разгадаю тайну этого устройства. И когда я это сделаю, мать, победа будет... О, я тоже хочу духовное видение! Блин! Похоже, мы утратили связь с нашими корнями. Конечно, это казино обеспечивает нашему племени доход и процветание, но какова цена нашей души? Эээ, шесть миллионов в неделю. Звучит неплохо! Знаете, можете забирать своё ведро на колёсах? Пошли, парни, наляжем на буфет. Хм, теннисный мячик Брайана. Он так любил с ним играть. Двойной фоу! Давай же, Брайан.